Партнер программы Иркутский государственный технический университет. Здоровье иркутян будет влиять на поступление в ВУЗы. Некоторым абитуриентам при Ангаре придется проходить детальную медкомиссию. Сделать это можно в поликлиниках по месту жительства, а справку подать вместе с основным пакетом документов. Каких специальностей касается нововведения, расскажет Туяна Немаева. Чтобы самому лечить, нужно быть здоровым. 18-летний абитуриент Владимир Колесников проходит осмотр у терапевта, чтобы получить справку для поступления в медицинский институт. Молодой человек собирается стать стоматологом. А вот насчет медкомиссии мне сказали в школе. Я прошел врачей-окулиста, терапевта, хирурга, невролога, лора. В принципе, показалось, что годен. Надеюсь, что выучусь, буду лечить людей. Такой отбор годен или не годен проводится по новым правилам. Теперь, чтобы поступить в высшее или среднее учебное заведение, нужно не только набрать необходимое количество баллов, но и пройти углубленный медосмотр. Документ утвердило Министерство образования Российской Федерации. В зависимости от направления подготовки абитуриенту необходимо посетить до семьи узких специалистов, в том числе дерматолога, нарколога, венеролога. Сделать это можно в париклинике по месту жительства. Все медицинские осмотры проводятся согласно 302 приказа. В зависимости от специальностей, там, куда они поступают, в зависимости от вуза. Ну, имея в виду какие-то вредные специальности, либо по общей схеме. Мы специально выделяем специалистов те, которые и время, которое проходит, выделены для медицинских осмотров в отдельных кабинетах, чтобы развести потоки пациентов и тем самым побыстрее, чтобы все наши абитуриенты могли пройти эти медосмотры. Для несовершеннолетних абитуриентов обследование бесплатное. Тем, кто старше 18, справка обойдется в среднем в полторы тысячи рублей, так же, как и при устройстве на работу. Таким образом поступающих в учебные заведения хотят обезопасить от получения профессии, по которой они не смогут работать. Это вызовет или обострение хронических заболеваний, или развитие новой патологии. И все равно, если даже после института какое-то время он работать сможет, очень быстро потом он работать по этой специальности не сможет. Потому что дальше же будет идти система профилактических осмотров. Если он во вредных условиях труда не проходит профилактический осмотр, ему противопоказана работа, никакой работодатель ему работать не разрешит. Потому что закон не разрешает. Медосмотры обяжут пройти будущих педагогов, филологов, психологов, работников сферы обслуживания, транспорт, энергетики и сельского хозяйства. Мы обязаны для абитуриентов, поступающих на специальности технологии приготовления общественного питания и организации обслуживания общественного питания, запрашивать медицинские справки предварительного медицинского обязательного осмотра. Однако, каким бы ни было состояние здоровья выпускника, ограничить или запретить его поступление в вуз или колледж не может. Специалисты могут лишь рекомендовать или перенаправить абитуриента на другой факультет, ориентация которого не потребует детального медицинского обоснования. В Иркутске обсуждают пути улучшения межнациональных отношений. Конференция «Психолого-экономические и этнокультурные ресурсы улучшения межнациональных отношений в российских регионах» будет проходить до 29 июня. 100 материалов ученых и практиков из России, Армении, Китая, Польши и Монголии. На основе материалов создано три сборника научных работ. Среди авторов 14 докторов наук и 46 кандидатов наук. На заседании были затронуты этнопсихологические проблемы формирования толерантности и преодоления ксенофобии. И один из путей решения проблемы является то, что необходимо помогать мигрантам адаптироваться в российском обществе, а их детей обучать русскому языку и культуре в школах. В свете международных событий, межнациональные отношения – это такая проблема, которая действительно очень-очень актуальна. Поэтому мы рассматриваем ее и с точки зрения экономики, с точки зрения культуры, с точки зрения истории, с точки зрения философии. Но объединяющей мыслью, идеей все-таки является этнопсихология, которая позволяет взглянуть на многие проблемы межкультурных, межэтнических, межнациональных отношений. Запланированы заседания, круглые столы, мастер-классы, которые проведут специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска. А также участники конференции съездят в поселок Усть-Ордынский и там обсудят вопросы шаманизма как фактор межнационального согласия. Дом зажиточного купца и национальная бурятская юрта для зимнего проживания. В селе Баиндай Усть-Ордынского бурятского округа готовятся к открытию уникального музейно-архитектурного комплекса. Экспозиция включает в себя несколько построек, датированных концом XIX века. Комплекс демонстрирует быту культуру древнего кочевого народа. Одним из первых памятники старины посетил наш корреспондент Артур Харламов. Нормально? Нормально. Сюда что-нибудь положить? Госта что-нибудь? Все, надо нормально. Маэстро этнографии делится секретами профессионального мастерства. Владимир Тихонов вместе с коллегами из Баиндая делает завершающие штрихи во внутреннем убранстве дома зажиточного бурятского купца. Строение станет частью экспозиции этнографического комплекса в поселке. Кровати здесь засланы мехом животных, а в углах комнат нет икон. Только фотографии местных шаманов. Особый колорит и у мебели. Винтажный шкаф и сундуки с ручной росписью. Все это оригиналы, датированные 1890-м годом. Под стать и некоторые бытовые технические приспособления тех лет. К примеру, этот сепаратор – прибор для получения из молока полезных продуктов. Лечебные свойства в Курге вообще известны истерии. Живудочные болезни, печень, в общем, все. Все лечили. Примечательные материалы, из которых изготовлены предметы обихода. Бурятский дом тех лет невозможно было представить без мебели, изготовленной из особых пород дерева. Кровати делали, сундуки делали из древесины, кедра и сосны. Почему именно из этих материалов? Потому что смолистая древесина отпугивала многих насекомых, особенно моль. Это было немаловажно для бурят, потому что основная одежда, постельные принадлежности состояли из меха и шерсти. А это еще один экспонат – бурятская юрта 1880 года постройки. Равно как и снаружи, внутри строения царит полная аутентичность. Экскурсоводы рассказывают, юрта представляет собой целый комплекс. Она разделена на пять зон. Четыре из них ориентированы строго по сторонам света. Пятой же точкой является очаг, расположенный в центре жилища. Однако, это еще не все загадки, которые хранит в себе дом древнего кочевого народа. Каждый столб в юрте имеет собственное название. Например, это молочный. Рядом с ним расположена маслобойка и другие предметы для переработки молока. А здесь, рядом с семейным ложем и люлькой для маленького ребенка, расположен мужской столб. Стрела, воткнута не случайно. Это оберег. Ее втыкал в дерево шаман во время обряда посвящения будущего наследника. Это помогало мальчику быть сильным и здоровым. Юрта из экспозиции и вовсе уникальна. Она одна из немногих сохранившихся, что имеет встроенную перегородку для сна. На ложе, высланном шерстью, за кедровой переборкой спала вся семья. А гости, которые часто посещали зимнюю юрту, а именно в это время года буряты жили в таких сооружениях, могли размещаться только на мужской половине. Той, что находится слева от входа, на западной стороне. А за очагом, как правило, собирались все, чтобы послушать старинные притчи и легенды о родном степном крае. У ласточки почему хвост сидит разрезан-то? Когда-то, да нын давно, буряты жили же бедно же. Ну, еще какие-то века-то, да, огня не было. И там жил где-то хозяин огня. Ну и ласточка полетела и головешку-то украла у этого хозяина огня-то. А он проснулся и увидел, что ласточка-то огонь ворует. И он взял ему след ласточки, кинул острым предметом и разрезывалось вот это. Владимир Тихонов рассказывает, идея показать бурятский быт и культуру вынашивалась уже много лет. А начиная с 2010 года при поддержке администрации Вайндаевского района, идея начала приобретать материальные очертания. Музейщиков и стольцов попросили взять шество над проектом. Нас попросили оказать методическую помощь для достройки внутренней экспозиции непосредственно в данной усадьбе. Мы оказали, достроили и с завтрашнего дня фактически можно открывать данную усадьбу. Я думаю, будет это интересно, потому что тот поток именно в это, особенно в летнее время, очень большой. Открытие комплекса запланировано на 27 июня. Но и после этой даты работы по обустройству этнографического музея продолжатся. В ожидании ремонтных работ национальной избы россиян, белорусов и татар. Артур Харламов, Константин Синицын. Новости сейчас. Русские Витязи. Знаменитая пилотажная группа ВВС России выступит в Чите на студенческой весне стран ШОС. Какое расстояние предстоит преодолеть пилотам, расскажет мой коллега из телекомпании Альтез Николай Стародубцев. Здравствуйте, Илона. Пилоты-истребители Су-27 направляются в Забайкалье с авиабазы в Кубинке. Самолеты, которыми они управляют, преодолеют расстояние в 6000 километров. При необходимости будет выполнена дозаправка прямо в воздухе. Все желающие смогут увидеть их выступление на аэродроме в Каштаке 6 июля. Кроме того, на авиашоу свое мастерство продемонстрируют и забайкальские летчики, а также более 40 парашютистов. А теперь к другим темам. Голодный солдат не боец. В Чите стартовал окружной этап конкурса профессионального мастерства среди военных поваров и пекарей Восточного военного округа. В борьбу за право называться лучшим вступили 70 солдат. О том, что происходит на настоящей военной кухне, расскажет Анастасия Новгородова. Управляться с боевым черпаком вместо автомата эти солдаты уже научились. Свою работу при этом не считают менее ответственной, ведь голодный солдат не боец. Сегодня на кухне за право называться лучшим корабельным коком и пекарем борются четверо. Виталий Разамазов служит на крейсере «Варяг» уже 28 лет. За годы работы сослуживцы полюбили его фирменный шашлык и свиные отбивные. Считают, что любое блюдо сложное, даже если оно самое простое. Это всегда очень сложно, приготовление пищи. Это очень сложно, потому что это здоровье человека в первую очередь. Также это боеготовность. А если когда на тебе висит такое, когда готовишь не на одну сотню человек, это боеготовность корабля, это подрыв, если очень плохо готовить. Как человек покушает, так человек отнесет вахту. Чтобы каждый имел возможность приготовить блюда на бис, на базе 344-й школы поваров установлены вот такие палатки. Здесь пекут хлеб. На одном таком заводе можно испечь 3 тонны булок, накормив примерно 5000 бойцов. Хлеб участники готовят в вот такой печи. Это образец конца 70-х. Лучше говоря, для полевой кухни еще пока не изобрели. Для разжигания используют дерево. Для одной партии, а это 108 булок, необходимо примерно 3 охапки дров. Максим Хайрулин служит только 7 месяцев. Говорит, еще год назад даже подумать не мог, что станет пекарем. В военкомате распределили. И все. Сказали, поешь, будешь пекарем. Я сказал, не хочу. Я сказал, все равно поешь. Научат готовить, печь хлеб. Научили. Что самое трудное в выпечке хлеба? Муку таскать. Победители выбирают в четырех номинациях. Это лучший повар, пекарь, кок и корабельный пекарь. Вчера они прошли строевую и физическую подготовку. Но если некоторые оценивают свое умение стрелять и бегать на слабую тройку, то готовить для сослуживцев уверенно умеют на твердую пятерку. Жюри оценивают общую сумму баллов как в командном, так и в личном зачете. Но главное, чтобы было вкусно. И не всегда важно, насколько быстро. Нельзя спешить в данном деле, поэтому самое главное, чтобы он приготовил вкусную, доброкачественную пищу. Ну и помимо специальных обязанностей, так как это военный повар, он должен метко стремиться, пробежать. Итоги будут подведены завтра. Лучшие получат кубки. И в августе поедут защищать честь округа на всероссийском этапе конкурса в городе Герои Вольски. Есть и отдельные номинации за профессионализм и находчивость. Лучший повар получит вот такой золотой черпак. Лучший пекарь – золотую форму для хлеба. Кстати, эти кубки сделаны вручную на базе 344-й школы поваров другими умельцами. Но это уже совсем другая история. Анастасия Новгородова, Валерий Широков. Время новостей. Лес, река, скалистая местность и чистый воздух. В такой атмосфере проходит 55-й ежегодный слет школьников-туристов края, организованный Забайкальским детско-юношеским центром. Мой коллега расскажет обо всем подробнее. Уже на подъезде к лагерю дышится совсем иначе. А запах костра в перемешку с ароматом хвои так и кружит голову. Лагерь юных туристов расположился на берегу реки Никишиха, рядом с летней базой детского дома номер один. Возле палата крутятся дети и самостоятельно готовят обед. На деревьях таблички с названиями пяти районов. Здесь находятся отрядные места. Девчонки и мальчишки из Четинского, Шилкинского, Карымского, Краснокаменского и Нерчинского районов проведут здесь четыре дня, соревнуясь в умении выполнять различные задачи и проходить хитрые туристические маршруты. После того, как главный судья соревнований объяснил участникам правила прохождения дистанций, они приступили к делу. Сегодня у нас проходит первенство Забайкальского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Непосредственно дистанция личная. Завтра в планах стоит дистанция пешеходная группой, командная первенство. И послезавтра у нас стоит первенство Забайкальского края по комбинированному туризму. Главная задача участников – пройти дистанцию за наименьшее время с минимальным количеством ошибок. Вязка канатных узлов, движение по скальному участку и переправа через реку вброд. Закаленных туристов не испугала даже холодная вода Никижихи. Преодолеть этот участок предстояло с использованием так называемых перил. Чтобы удержать равновесие, рассказывают бывалые, нужен не только отличный вестибулярный аппарат, но и крепкие руки. Как и в любых соревнованиях, здесь есть победители и проигравшие. Но глядя на лица ребят, трудно сказать, что кто-то сильно расстроен. Ведь самое главное – не победа, а полученный опыт. Просто это нравится. И даже отдых от современной жизни, от телевизора, от компьютера. Много, конечно, разных команд. Смотришь на них, они тебе помогают, ты им помогаешь, как взаимная помощь. Еще находишь много друзей, самосовершенствуешься и много чего еще. Многие уже мечтают о том, чтобы хобби когда-нибудь обязательно стало любимой профессией. А лето, проведенное с пользой, отличный стимул определиться, выбрав военную службу или структуру МЧС. А пока те, кто покажет наилучшие результаты по итогам слета, будут сформированы в одну команду и отправятся представлять наш край на всероссийском этапе соревнования. Дарья Пьяникова, Никита Ельчин, Сергей Миртов. Время новостей. В столице Монголии состоялся «Монголо-Польский бизнес-форум», в ходе которого подписан меморандум о сотрудничестве между Управлением по иностранным инвестициям Монголии и Польским агентством по информации и внешним инвестициям. Подробнее об этом расскажет ведущая программы новостей телекомпании «Аист Монголия» Мирослава Барху. Здравствуйте, коллега, вам слово. Здравствуйте, Николай. С польской стороны в форуме участие приняли представители 25 компаний, занимающихся деятельностью в области производства сельскохозяйственного и горнорудного оборудования в сферах инфраструктуры, строительства и банковско-финансового сектора. Представители польских компаний провели одиночные встречи с 50 монгольскими предпринимателями и установили контакты для дальнейшего сотрудничества. А теперь переходим к другим новостям столицы, о них жителям Бурятии. Готовы рассказать корреспонденты программы новостей «Аист Монголия» Мирослава Барху. Сегодня прошел международный форум развития восстанавливаемой энергии в Северо-Восточной Азии, ГОФТЭК и Азиатская Суперсеть. На открытии форума присутствовали президент Монголии Элбек Дош, министр энергетики Санампил и генеральный секретарь энергетической партии Урбан Руснак. На форуме побывала наша съемочная группа. Пустыня Гоби, которая находится на территории Монголии и Китая, стоит на третьем месте в мире по запасам солнечной энергии и постоянного сильного ветра, что создает благоприятные условия для реализации проекта. Согласно программе, из восстанавливаемых энергетических запасов Гобийского региона будет производиться чистая электроэнергия. На сегодняшний день этот вид электроэнергии пользуется большим спросом. В дальнейшем планируется экспортировать ее в другие региональные территории. Одна из многих работ, выполняемых по производству энергетики, это восстанавливаемая энергия. Мы называем ее ГОФТЭК. Это означает, что, используя Гобийский регион, можно производить восстанавливаемую энергию. Мною ведутся переговоры на международном уровне по реализации этой инициативы. Участники форума обсудили влияние нарастающего спроса по запасам восстанавливаемой энергии на экономику в странах Северо-Восточной Азии. Монголия богата не только углем, золотом и медью, но и другими богатствами по восстанавливаемой энергии. Когда сформировалось правительство реформ, мы планировали рассмотреть данную отрасль на уровне с другими сферами. Сегодня мы уже работаем над этим вопросом. Также участники форума обсудили тему «Совместная деятельность приграничных регионов по развитию азиатской энергетической суперсети». Главная цель – объединить энергетическую сеть стран Северо-Восточной Азии и создать коридор по доставке электроэнергии на территорию с высоким спросом. Ценсурен Эрденбейс Галан, Аист Монголия. Более 300 детей работников коммунальной службы по благоустройству улицы поедут отдыхать в детский лагерь. На реализацию программы выделили из резерва столичного мэра 40 миллионов тугриков. Подробности в нашем сюжете. По инициативе главы столицы совместно с государственными и негосударственными организациями каждый год традиционно отправляют на бесплатный отдых детей из бедных и неблагополучных семей. В этом году на отдых отправляют 300 детей из семей с низким уровнем дохода работников объединения Уламбатор. В этом году мэр выделил из своего резерва 40 миллионов тугриков. Мы договорились с руководством детских лагерей, которые работают в пригороде столицы, и в итоге появилась возможность отдохнуть детям. Хочу пожелать, чтобы дети хорошо отдохнули и повеселились со своими сверстниками. В прошлом году работали 13 детских лагерей, где отдохнуло более 18 тысяч детей. В этом году будет работать 22 лагеря. Наше управление имеет право знакомиться с деятельностью лагерей, осуществлять контроль. В случае выявления нарушения мы сможем принимать меры вплоть до закрытия. По инициативе мэра в лагерях ежегодно отдыхают дети из семей с низким уровнем достатка. Ганху впервые едет отдыхать в детский лагерь. Его родители работают в объединении у Ламбатор. По его словам, его друзья, которые отдыхали в лагере, рассказывали много интересного. Поэтому он всегда хотел съездить, отдохнуть в детский лагерь. Я учусь в школе номер 44. Мои родители убирают площади и улицы. Я очень рад, что поеду отдыхать в лагере этим летом. Столичное управление по развитию семьи ставит перед детскими и здоровительными лагерями требования, чтобы обеспечивали детей безопасной пищей и молочными изделиями. В частности, проводили среди детей различные программы по развитию. Также уделяет особое внимание благоустройству и комфортным условиям проживаниям для детей. Дэнсма Эрденбээскалан, Аист Монголия. Для Китая закончилось время самого длинного в истории спада промышленности. 50,8 на такой уровень оценивают июньский индекс деловой активности экономисты HSBC. Результат анализа значительно превзошел прогнозы и ожидания. Впервые в этом году PMI превысил отметку в 50, отделяющий спад от роста. Подробная статистика в репортаже нашего корреспондента. Особенно позитивная картина наблюдается в новых заказах. Этот подындекс подскочил почти до 52. Это самые быстрые темпы роста за 15 месяцев. Аналитики называют главной причиной возрождения правительственные меры, направленные на мягкую стимуляцию роста. Некоторые уверены, что вскоре последует новый раунд. Мы считаем, что правительство располагает достаточными активами для поддержки экономики в краткосрочный период. И мы уже видели, что новые меры так называемой мини-стимуляции – это точечные удары. Они довольно узко направлены в плане содействия росту. Мне кажется, что с помощью этих механизмов правительство сможет удержать экономику на плаву. Между тем, промышленный сектор также получил немало пользы от валютных колебаний. Юань упал в цене на 3% самого высокого уровня в истории. Это стало самым значительным снижением за 20 лет. По словам экспертов, правительство продолжит мягко поддерживать промсектор, не прибегая к мерам, подобным тем, что были в ходу 5 лет назад. Шао Джанхуа, Си Си Ти Ви. В Китае заработал пилотный проект по предоставлению обратной ипотеки. Пожилые граждане могут заранее продать свою квартиру, но жить в ней до самой смерти. При этом получая значительную прибавку к пенсии. Программа рассчитана на людей старше 60 лет. Об ее особенностях расскажут наши корреспонденты. Пожилые жители Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Ухани скоро смогут значительно увеличить собственную пенсию. Пилотная программа по предоставлению обратной ипотеки уже функционирует в ряде провинций Китая. И скоро она заработает в крупных мегаполисах страны. Программа социальной поддержки населения интересна прежде всего одиноким пенсионерам, а также людям, оставшимся без попечения родных. У них есть квартиры, но они не могут ее продать, так как им негде будет жить. В данном случае им предоставляется возможность уже сегодня продать квартиру, ежемесячно получая деньги за нее, но продолжать в ней жить до самой смерти. Обратная ипотека для пенсионеров подразумевает переоформление квартиры в собственной страховой компании. В обмен на это организация ежемесячно будет выплачивать определенную сумму денег владельцу квартиры. Предоставлять услугу имеют право лишь компании с уставным капиталом в 2 миллиарда юаней и более. «Страховая компания отдает сумму за квартиру владельцу не сразу, а рассчитывается за нее ежемесячно. Так пожилой человек получает возможность распоряжаться деньгами за продажу квартиры еще до смерти. А после смерти организация продает недвижимость и возвращает себе деньги». По мнению юристов, сегодня система еще требует документальные доработки. С одной стороны, важно, чтобы пожилые люди не остались обмануты. С другой компанией, которая предоставляет услуги, должны быть уверены, что, выполнив все обязательства, они смогут вернуть свои средства. Сергей Чудинов, CCTV. Это все, о чем мы хотели рассказать вам на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Транзисторы являются самым массовым техническим изделием на планете за всю историю человечества. Изготовлено около 10 миллиардов штук кремниевых транзисторов на одного жителя планеты. Хочешь знать больше? Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет. Ваши знания. Будущее нашей страны. Отдых с семьей и в компании друзей. Корпоратив или уединение. Все это можно найти на турбазе Байкальский залив. Комфортное размещение, отличный пляж, баня, сауна, водные экскурсии, рыбалка, площадки для детей, а главное – Байкал.